Добрый день, давно не виделись. Причина, по которой мы с вами давно не виделись, для вас, возможно, не так очевидна, как для меня. Однако, если вы мужчина, то вы, скорее всего, тоже в той или иной степени попали под влияние неких частичных правительственных проектов. Должен признать, что мужчина я лишь физиологически, с точки зрения внутренних ощущений я еблан. Поэтому данные проекты вынудили меня, так сказать, изменить свою модель поведения до такой меры, при которой создание контента ушло на самый последний план. Все же, мне удалось выйти сухим из воды. Возможно, тоже частично. Стоит признать, что пока происходила вся эта грязная и весьма противная моему нутру пайбота, времени я зря все-таки не терял, а занимался поиском возможностей приобрести PlayStation 5, дабы покрыть своей сферой влияние не только мультиплатформенную часть игровой индустрии, но и эксклюзивную. Да, пизда. Понятно, что, скорее всего, God of War Ragnarok, о котором мы сегодня поговорим, когда-нибудь выйдет на ПК, но вероятность того, что его выход на ПК лично я встречу, находясь на свободе, учитывая нынешние тенденции и мои взгляды по некоторым вопросам, крайне сомнительна. Поэтому новой моделью своей жизни я решил избрать ту, при которой кайфовать я буду сейчас, а с последствиями разбираться потом. Перейдем к делу. Сразу скажу, это не обзор. Обзоры — это говно, которое вынуждает создателя следовать определенным критериям. И критерии эти неизбежно приводят к ограничениям в творчестве, а в творчестве, на мой взгляд, ограничениям места нет. Также хочу предупредить о том, что в ролике будут спойлеры всех форматов, начиная с этой самой отметки. Поэтому, если вы еще не прошли игру, то лучше закрыть это видео. А еще лучше добавить этот канал в исключение и тем самым уменьшить количество дерьма в своей жизни, ну, примерно на 100%. Начнем с предыстории. Когда я только увидел первые геймплейные кадры нового Бога Войны, я сразу понял, что база не изменилась. Поэтому было принято решение пройти максимально подробно Бога Войны 2018 года. Чтобы, так сказать, подготовиться и прийти в пиковую форму. Помогло ли мне это? Ну, в целом, да. Если же копнуть глубже, то я сразу заметил какие-то изменения. Не погибало ощущение, будто что-то не так. И до меня, наконец, дошло. Враги здесь научились очень долго замахиваться. Казалось бы, ну и что? Какая вообще разница, как они замахиваются? Возможно, на первых уровнях сложности никакой разницы нет. Но на самый последний она заметна. Дело в том, что здесь, в принципе, намного больше разновидностей врагов. Здесь есть враги, которые выглядят одинаково, но вооружены по-разному. Да, это было и раньше, но масштабы были намного меньше. Упомянутые нюансы вынуждали меня адаптироваться к намного большему количеству анимаций. И это хорошо, когда игра требует от тебя адаптации, внимания, где-то даже креативного подхода. Но я сразу вспоминаю былые года, когда я только запускал третий Dark Souls с мыслями, бля, да я первый Dark Souls раз 100 прошел, наверное. Второй вообще раз 200. Да я могу эти игры с закрытыми глазами пройти, используя только член. Ну что третья часть может мне предложить? А потом мне сразу становилось понятно, что предложить она мне может гораздо больше, чем то, к чему я был готов. Я прямо вспоминаю эти моменты, когда враг взводил свое оружие, долго шел к тебе, прямым текстом заявлял, ну давай, сука, уклонись, уже пора. И ты в панике нажимаешь кнопку уклонения, и сразу после окончания анимации уклонения он дает тебе поеблищу и отправляет на костер. Меня это бесило, я злился. Потом пришло осознание, что игра требует от меня смены тактики, смены подхода. И я ответил на эти требования. И вот после этого момента пошло реальное наслаждение от каждого боя. После того, как мои личные проблемы были решены, я вспомнил заявление разработчиков о том, что они услышали просьбы игроков и добавили новые анимации добиваний для каждого оружия. И я возрадовался. Эти зрелищные добивания это то, за что я воспевал отдельные почести Кратусу 2018 года. Но мне всегда казалось, что их очень мало. Во-первых, их было по одной штуке для каждого типа врагов. Во-вторых, каких-то особых билдов, рассчитанных на оглушение, в игре было не то чтобы прям много. Поэтому с каждым разом при прохождении я видел всё меньше и меньше этих добиваний. И тут я прям почувствовал изменения. Начнём с того, что теперь заполнить шкалу оглушения стало намного проще. Продолжим тем, что появились даже специальные доспехи и улучшения, рассчитанные на это. И закончим огромнейшим плюсом в виде новых анимаций, которые действительно меняются в зависимости от оружия, которым вооружён Кратос. По какой-то причине разработчики решили убрать рукопашные добивания. То есть каждый раз, когда оружие было убрано, Кратос автоматически доставал топор. Почему так, нахуй? Я не понимал. И вот я прохожу игру, обращая внимание на то, что разработчики вырезали целое древо навыков рукопашного боя. Всё больше и больше задаюсь вопросом, а зачем? И тут мне открывается копьё. И на этом моменте я прощаю им всё. И вырезанное древо навыков, и вырезанные анимации добиваний в рукопашку, и уёбищное меню, где у тебя почему-то экипированная броня, рукояти, щиты. И всё остальное находится в одном столбце с неэкипированными предметами. Я всё им простил. Я слежу за всем этим, за саундтреком, за моментом, где вот эта дева рисует кровью Кратоса сначала Омегу, а потом знак Спарты. И после всего этого Кратос встаёт на колено перед Броком и просит его благословить копьё. Я сижу, я замер, я хочу кричать, просто как какая-то, не побоюсь этого слова, мелкая и, возможно, даже грязная шлюха. Потом я начинаю размахивать этим копьём, восхищаясь каждым ударом, каждой анимацией, каждым добиванием. Затем Брок восторгается тем, как Кратос владеет копьём. А тот ему отвечает, мол, это первое оружие, которым учится орудовать Спартанец. И я ухожу в какой-то просто глубочайший нокаут. Понимаете, когда я первый раз проходил году World 2018 года, меня не покидало ощущение, что это какой-то перезапуск. Слишком мало каких-то моментов, когда Кратос говорит о своём прошлом или игра показывает это. И потом там также резко начинают вываливать. Сначала клинки хаоса, потом Зевс появляется, потом эти флешбеки, как молодой Кратос его убивает. И потом вишенка на торте, когда Этрейс спрашивает, почему отец назвал его именно Этрейс, а не Богдан, например. И Кратос рассказывает ему интересную историю о Спартанском войне, в честь которого он назвал сына. И я люблю, знаете, вот эти моменты, когда Кратос вспоминает прошлое, Спарту, какие-то отсылки, упоминания о тех временах. И разработчики очень красиво оформили это, давая игроку очень мало таких моментов, тем самым повышая ценность каждого такого возврата в прошлое. Но тут прям чувствуется, что был выбран какой-то противоположный вектор направления. Кратос не стесняется говорить о прошлом, он и о жене своей рассказывает, и о дочери, и о каких-то обычаях Спарты, даже брата своего упоминает. И нельзя не сказать о том, что игра просто пестрит какими-то взрывными моментами. Буквально с первых секунд, схватка с Тором, которая каким-то просто изысканным способом размазала схватку с Бальдером, которая для меня была ни много ни мало пиком босса строения. А тут они просто взяли и снесли нахуй этот пик и воздвигли новый. Затем столкновение с Медведем, особенный эпизод, когда Кратос входит в ярость. Медведь встает в атакующую позу, рычит, а Кратос орет на него в ответ. Момент в мире гномов, когда на транспорт героев нападают. Кратоса пытаются усмирить толпой. Этрейс как-то помогает ему, затем критическая ситуация, и Этрейс начинает ругаться и обсираться в этом автобусе, блять. А потом разработчики просто решают взять и выстрелить мне в еблище, предложив мне активировать ярость в сражении с двумя валькириями. Здесь не имеет смысла что-то говорить, это просто надо видеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот еще огромная куча таких моментов, взять хотя бы последнюю схватку с Тором, который, кстати, очень и очень приятно меня удивил. Когда его первый раз показали еще до выхода игры, у меня в голове зрел только один вопрос. Что это за жирный пидор? Я вышел в интернет с таким вопросом. Да, его внешний вид мне не нравился. Но все изменилось, как только я увидел его непосредственно в игре. Я не знаю что это, может голос, может какие-то манеры, повадки. Ты смотришь на него и видишь угрозу, видишь разрушителя, которым он себя и считает. И к концу игры я смотрю на него еще раз и вижу Крато со времен Греции. Несмотря на все эти истории о том, как он убивал гигантов, какие злые дела он вершил, ты можешь ему сопереживать, потому что ты видишь, по сути, свое отражение. Контраст, который создает эта сцена, где Тор уже побежден, стоят два бога. Один сумел стать лучше, сумел измениться, а другому это только предстоит. И ведь, в отличие от Кратоса тех времен, в его жизни еще остались люди, ради которых стоит меняться. Его дочь, его жена, которые по-настоящему его любят. Но, к сожалению, у Одина были другие планы. И это интересно, но смерть Тора принесла мне, скажем так, чувства, которые сильно отличались от тех, которые принесла мне смерть Бальдра. Первый случай, это то, чего можно и нужно было избежать. Второй, это то, что, наверное, все-таки было необходимо. Да. Да, пизда. Стоит признать, судить Тора по его внешнему виду было ошибкой. И это при том, что в конечном итоге его внешний вид для меня теперь стал эталонным. Но вот судить по внешнему виду ангербоду ошибкой не было. Я понимал, что ситуация с ангербодой – это необходимость. Мы живем в такие времена, когда отказ от выполнения квоты по темнокожим персонажам может караться тем, что тебя выебут где-нибудь в подворотне, и ты еще останешься неправ. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Я не расист, но когда персонаж темнокожий просто потому, что так нужно, чтобы угодить меньшинствам, могут возникать не очень приятные случаи. К счастью, здесь все иначе. То, что я сейчас озвучу, это максимально субъективная точка зрения, которую я никому не навязываю. Вот что я хочу сказать. Ангербода начала меня бесить, как только я увидел ее в трейлере. Затем она начала бесить меня еще сильнее, как только она открыла рот. И стоит отметить, что у нее весьма приятный голос. В чем же тогда дело? Дело в том, что ее манера речи, ее, можно даже сказать, акцент, слова, которые она произносит именно в английской озвучке, вызывают у меня определенный разрыв шаблона. Когда я слушаю Кратоса, Фрею, Мимира, Тора, Одина, Брока, Синдри, да кого угодно, у меня нет ощущения, что я слушаю каких-то подростков, которые любят смотреть сериалы от Нетфликс и ебаться в жопу. Все это можно было как-то принять. Через боль. Через кровь. Через не могу. Но вот этот момент переполнил все возможные чаши терпения. Что это было? Такое ощущение, что она попыталась произнести его имя с каким-то ирландским акцентом. Как я уже сказал, эти моменты вызывают лично у меня дичайший разрыв шаблона. У меня нет ощущения, что я наблюдаю за жизнью детей Йотунхейма. У меня ощущение, что я наблюдаю за жизнью детей американских рэперов, поп-идолов и так далее. Да, я понимаю, что они дети, подростки. Но главный вопрос вот в чем. Они подростки какого времени? 21 века? Ну конечно же нет. К счастью, Ангербода единственный персонаж, который меня подбешивает. При этом надо понимать, что у меня нет никаких вопросов к истории персонажа. К его роли в сюжете, к тому, как он раскрыт. Только лишь к моментам, когда она открывает свой поганый рот. Напоследок, хотелось бы сказать пару слов о восторге, вызванном тем, как разработчики умудрились уместить столько интересных персонажей, при этом хорошо их раскрыть, учитывая тот факт, что это последняя игра по богу войны, местом и временем действия которой является скандинавская мифология. Мне прям понравился Хеймгель. Он мне понравился именно так, как он должен был понравиться, если бы я, например, создавал персонажа и, скажем так, представлял его публике. То есть, разработчики, как мне кажется, преследовали цель создать мудилу, и у них получилось. Но больше всего мне запомнился именно босс-файт с ним. Показать таким образом с геймплейной точки зрения бога, который знает все твои намерения, ну тут прям мое почтение. Фрея бесила меня, но не так, как Ангербода. Меня бесила ее неспособность признать, что во многом из того, что с ней происходит, она виновата сама. В конце игры я сразился с королевой Гна. И мне открылся доступ к ее дневнику, в котором она просто взяла и озвучила мои мысли по поводу Фреи. Ну и, конечно же, Кратос. Многие ошибочно полагают, что Кратос до выхода бога войны 2018 года был просто тупой машиной для убийств. Что у него не было никакой глубины, проработки, и вырос он только после выхода последней. Я так не считаю. Как для человека, который проходил все эти игры, для меня очевиден тот факт, что у Кратоса, как у персонажа, всегда была глубина, интересная история, мотивация и все те атрибуты, которыми должен обладать хороший персонаж. Но последняя сцена, где Кратос видит так называемый триптих со своим изображением, просто берет и возносит его на какой-то иной уровень. Он смотрит на себя и не может поверить в то, что он видит. Он не может поверить в то, что он так сильно изменился. Его настолько удивляет тот факт, что его могут восхвалять как бога, что он теряет дар речи. Я, как игрок, смотрю на все это и чувствую все то же самое, что и он. И это, в известной степени, просто незабываемое чувство. В этом ролике я не озвучил, наверное, даже 20% из того, что я хотел бы и, возможно, даже должен был бы озвучить. Если бы я все-таки замахнулся на 100%, то, скорее всего, видео затянулось бы часа на 2, а то и 3. Когда-нибудь, когда я стану известным, то есть никогда, я, может быть, и сделаю что-то подобное. Но не сегодня. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»